Вот-вот закончится летняя пора, и скоро нас с вами ожидают разноцветные листопады, первые заморозки, и зазвучит давно знакомая всеми песня «Я календарь переверну». Самое время спросить у соликамцев, как им запомнилось это лето. В огороде, в саду всегда, каждый день, шелешки выходные делали, дети, у меня 14 внуков, приезжали все. Нынче скучное у нас было лето, ничего такого не происходило, интересно, никуда не съездили, не отдохнули. В Перму ездили. Что, видели в Перме? Дом в огороде катались, в дом в Верном ходили, да. Отлично провела в Соликамске, солнечная погода была все лето, считайте. Лето я очень хорошо провел, в начале лета съездил в Абхазию, и вот только что вернулся с Якутской ССР. Мы поехали в Перму, там были неделю, потом мы приехали, сейчас я опять хожу на проект по тренировкам. У сад, огород, там, ну, на речку ездили, купались, у меня еще дети, внучек привезли, 4 внучки у меня, ну, их развлекал, везде в лес ходили за ягодами, хорошо позагорали. Рыбалка, это самое дело. Ночами не сплю, 6 утра могу уйти, 5. Это лето мы запомним надолго, оно было нереально теплым, так Юль стал самым жарким за последние 86 лет, а вот осадков не хватало, всего 10% от нормы. Лето 2022 было богатым и на события, еженедельно проходили фестивали и праздники. Надеемся, что новый сезон принесет еще больше ярких впечатлений, о которых мы обязательно вам расскажем. Александра Каурова, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.